Продемонстрировать вокальные хореографические способности, удивить картинами и рукоделием. Все это смогли сделать участники фестиваля «Мир, в котором я живу». Он объединяет ребят с ограниченными возможностями здоровья. Стасу Ямину 12 лет, увлекается созданием подделок «Третий год». Из маленьких деталек, ненужных, сломанных игрушек, шариков, болтиков Стас создает свои шедевры. Сегодня привез на выставку свои самые лучшие работы. Вот эта подделка в прошлом – женская туфелька. В руках юного мастера преобразилась и теперь красуется на выставке. Но самая сложная работа Стаса – это «Глобус». Я его делала примерно три занятия. Мне помогали ребята. Это командная работа, в общем. Вот тут все расклеено, но и все континенты были тоже расклеены. Вот. То есть вода не затронута, а все континенты, вся земля была затронута. Нам когда-то очень сильно повезло, и знакомый часовщик закрывал свою часовую мастерскую и отдал нам много деталей. Мы до сих пор с радостью ими пользуемся. Жена, наверное, лет восемь. Вот уже семь лет Виктория создает настоящее произведение искусства, используя только пуговицы и бусины. Это очень кропотливая и тонкая работа, ведь каждый элемент приклеивается отдельно. На одно пуговичное полотно у девушки уходит около недели работы. Меня заинтересовал мой любимый педагог. Я ему очень горжусь. Клеим мы это все на акриловый клей. Пуговицы берем у бабушек, покупаем. Рамки тоже покупаем или находим тоже так же у бабушек. Это очень развивает мелкую моторику, интересную. У меня тут все любимые работы, я их все делаю с душой. Мне они очень нравятся. Множество работ было представлено на выставке декоративно-прикладного и изобразительного творчества. Посетители смогли полюбоваться вязанными и вышитыми изделиями, поделками из бисера, теста, бумаги, ткани, природных материалов. Никого не оставили равнодушными. Пейзажи, натюрморты, портреты, выполненные юными художниками. Это дает возможность проявить себя в чем-то. Вы же смотрели работы, они же совсем неординарные. Тот же мальчик, который из часовых механизмов что-то делает. Девочка, которая рисует круги, а потом из этих кругов создает какие-то картины. Я вообще первый раз сегодня с этим столкнулся. И, видимо, мировоззрение таких людей, оно дает такое, скажем, нестандартное видение искусства, культуры. Продолжился фестиваль выступлением участников в номинации «Концертная программа». Городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир, в котором я живу» прошел в Самаре уже в 24-й раз. За это время в нем приняли участие 23 тысячи человек и более полутора тысяч стали лауреатами фестиваля. В этом году было подано 840 заявок. Все участники получили благодарственные письма от администрации Самары. Елена Чернявская, Сергей Баскин. События.